О фестном уже творящем кресте и о преступлении первых людей. Что мне сказать или что возглаголовать? Или каким именем мне назвать вас? Овцами или пастырями? Корабельщиками или кормщими? Учениками или учителями? Каким образом мне выразить удивление вашей ревности? Более сильной, нежели огонь. Назову ли вас овцами, потому что вы кроткие и киси? Назову ли вас пастырями, потому что вы подражатели своему Господу? Назвать мне вас корабельщиками, потому что вы на опыте выдержали бурю водоворотов? Назову ли вас кормщими, потому что вы таковы? И как некий прекрасный кормщий, сидя у руля, с помощью искусства убегая от треволнений и сохраняя корабль неповрежденным, ведет его к тихой гавани? Так именно поступаете и вы? Не назвать ли мне вас учениками, потому что вы готовы к повиновению? Не назвать ли вас учителями? Опять скажу, вы таковы, потому что вы сделались учителями всей Вселенной. Итак, что сказать? Я желаю сегодня предложить вам духовную трапезу, не тело питающую, но укрепляющую дух. Лучше же сказать и тело питающую, и душу очищающую. Такова трапеза духовная. Она не то, что трапеза прожорливых людей, производящая присущение. Слово духовно. Оно дышит благоуханием, потому что, вспоминая о нем, человек, как бы поглощающий мир, испускает некоторое благовоние, не только себя самого награждая благоуханием, но делает так, чтобы и стоящие возле него исполнились того благовония. Внимайте же, я желаю произнести слово, есть и такие водолазы, что бросаются с корабля в море, ходя всюду по морскому дну, желая извлечь в себе жемчужную раковину. Мы же вместо корабля, имея ветхий Новый Завет, вместо руля – крест, вместо кормщего – Христа, вместо подкормщего – Отца, вместо зефира – Святой Дух. Вместо паруса – Благодать, вместо корабельщиков – Учеников, вместо пассажиров – Пророков. Бросимся с корабля в море мысли не для того, чтобы извлечь в себе жемчужную раковину, но то, что драгоценнее жемчуга. Внимайте же мне, умоляю, доставьте мне послушание. Я, как уже сказал, намереваюсь извлекать из глубины мысли нечто ценнее жемчуга. Итак, не отнеситесь к себе с пренебрежением, и не поступите с собой, как неразумные животные. Ведь написано, не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, и не давайте святыни псам. Когда же ты услышишь о свиньях, то не сочти их бессловесными животными, и когда услышишь о собаках, то не сочти их за собак. Синьми писание называет живущих в распутстве. Собаками же называет необдуманно беснующихся против Господа. Итак, сделайте самих себя достойными того жемчуга, который, намереваясь вам сегодня предложить. Земледельцы не бросают безрассудно своих семян, если сначала не запрягут валов, и не провлекут плуга, и не извлекут терновника, и не прорежут борозд. Тогда только бросают свои семена на землю, чтобы дождь, найдя их, унес в пустоты земли. И тогда земля, взяв их, рождает колос. Но те семена выжидают и зиму, и лето, и небесный дождь, и лучи солнца, и время жатвы. Тогда только они собираются в житницы. Я же не выжидаю ни зимы, ни лета, ни солнечных лучей, ни дождя, не запрягаю валов, не влеку плуга, не прорезываю борозд, не извлекаю терновника. Сегодня сею, сегодня и жну, потому что обрабатываю не неразумную землю, но землю разумную, не бесчувственную, но чувственную, не бездушную, но одушевленную. И какой земли я, счастливец, избран возделывателем. Да, я тогда счастлив, когда говорю в уши слушающих. И опять Писание говорит, прислушание производит смерть. Итак, я блажен. Блаженны и вы, потому что Иисус Евангелие говорит ученикам, блаженны, если соблюдаете Слово Мое. Внимайте же, обращайте внимание на то, что говорится. А желаю я вам с помощью образов показать, что есть Бог. Пользуясь сказанием, говорю, Бог подобен человеку, сидящему на утесе и созерцающему все море, корабли, ходящие по нему. Море непостоянное, возбуждаемое треволнениями, вследствие того, что в нем дуют жестокие ветры. Вот некоторые прекрасные кормщи, соперничая с волнами, пытаются ввести корабль в спокойную гавань, потому что застегает позднее время. Пытаются ввести, боясь, чтобы корабль не утонул, так как иные корабли идут по прямой дороге, а другие, вследствие сильного натиска ветров, погружаются в воду и погибают. Причем некоторые люди умирают, а некоторые остаются в живых и достигают земли, схватившись за какой-нибудь жалкий руль и выбрасываемые на сушу весьма сильными волнами. А также бывают выбрасываемые тела и умерших уже. Все же это созерцает сидящий на утесе. Это Бог. И как я прежде сказал, я говорю, пользуясь сказанием. А когда я скажу о Боге, сидящем на высоких местах, то не думай, что Он находится только на высоких местах, но думай, что Он присутствует и всюду. Он не разделяется от чего-либо расстоянием места. Сам, будучи своим местом, сам все вмещая, и Его не вмещает ничто. И что может вместить природу бестелесную, и невещественную, и беспредельную, и неисследимую, и неподверженную гибели, и нетленную, и непостижимую? По мнению благосестивых людей, таким-то образом должно мыслить Бога. Это наша надежда, как написано. Он есть в живот, жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа. Иоанна 17,3. За это и порицают нас, теоретики, поистине безрассудные люди, читающие и непонимающие. Когда же ты услышишь о Христе, то не считай Его одним только Богом, и не думай об одном только домостроительстве во плоти, но о том и другом вместе, и о Боге, слове, и о плотском домостроительстве. Я знаю, что Христос алкал, знаю также, что Христос с помощью пяти хлебов и двух рыб напитал пять тысяч человек, кроме женщин и детей. Знаю, что Христос жаждал, знаю также и то, что Христос превратил воду в вино, знаю, что Христос плавал на корабле, знаю и то, что Христос ходил по водам, знаю, что Христос умер, Христос воскрешал мертвых, знаю, что Христос предстоял Пилату, знаю и то, что Христос сидит вместе с Отцом, знаю, что Христос терпел от иудеев оплевания, знаю и то, что Христу поклонялись ангелы, и одно привожу, доказывая Его божество, а другое доказывает и его человечество. Поэтому сказано то и другое вместе, так как я знаю, что Христос родился от Марии, и знаю, что Христос существовал прежде веков. Итак, прославим Иисуса Христа несокрушимую стену, основание, утвержденное на скале, Он сам говорит Петру, «Ты, Петр, и на всем камне создам церковь, мои врата ада не одолеют ее». Подобным же образом говорит и Павел. Никто не может положить иного основания, кроме положенного, которое и есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3.11 Итак, умоляю вас, чтобы нам со всей кротостью обращать внимание друг на друга. В настоящей жизни мы превращаемся пищей, и питьем, и разнообразными удовольствиями, а в будущий суд и наказание. Итак, не дадим места для дьявола. Ибо брань наша не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего. Иссианам 6.12 Поспешим же убежать от вечного наказания. Бог не сотворил наказания, чтобы подвергнуть ему нас, но чтобы тебя, падшего в него, исторгнуть. Ведь мы имеем такого, человеколюбивого и милосердного Бога. Давид свидетельствует, говоря в Солом 7.12, Бог судья праведный и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он узащает свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Это говорит Бог не для того, чтобы судить нас, но чтобы мы не сделались более беспечными. Если бы он желал погубить нас, то не пролил бы за нас своей крови. Он умер, чтобы даровать тебе бессмертие, взалкал, чтобы напитать тебя своей плотью, возжаждал, чтобы напоить тебя своей кровью. Садился на корабль, чтобы посадить тебя превыше Терувимов. Он был крещен, чтобы просветить тебя. Был заушен, чтобы освободить тебя. Путешествовал, чтобы сделать тебя неутомимым. Плавал на корабле, чтобы садить тебя бесстрашным. Пал, чтобы сделать тебя свободным от печали. Пришел от жены, чтобы проявить сострадание к преступлению Евы в раю. Назван человеком, чтобы назвать тебя Богом. Назван сыном человеческим, чтобы назвать тебя сыном Божиим. Восприял наше и даровал нам свое. Молился, чтобы сделать тебя верным, как говорит о Лазаре Отче. Прославь сына твое, да и сын твой прославит тебя. И пришел в глаз небес говорящий, и прославил, и еще прославлю. Знаю, что всегда слушаешь меня, но я сказал ради предстоящего народа, чтобы все уверовали, что ты послал меня. Итак, если что потерпел он, то потерпел не ради себя самого, и не ради своего отца, но чтобы через крест спасти человеческий род. Если ты, возлюбленный, желаешь узнать силу креста, и то, что я мог бы сказать о кресте, в похвалу его, то слушай. Крест надежда христиан. Крест восстания мертвых. Крест путеводителей слепых. Крест надежда потерявших надежду. Крест путь заблудившихся. Мститель за обижаемых. Посох хромых. Утешение бедных. Крест удила для богатых. Крест незложения горделивых. Покаяние распутных. Троссей против демонов. Победа над дьяволом. Учитель детей. Изобилие для недостаточных. Крест корнчий плавающих. Гавань обуреваемых. Стена для тех, на кого нападают неприятели. Крест. Отец сирот. Защитник вдов. Судья неправедных. Столб праведных. Крест успокоения страдающих. Страж детей. Глава мужей. Конец старцев. Крест свет сидящим во тьме. Великолепие царей. Человеколюбие варваров. Крест свобода рабов. Крест мудрости необразованных. Закон беззаконных. Проповедь пророков. Возвещение апостолов. Крест подвижничества монахов. Целомудрия дев. Радость иереев. Основание церкви. Крест безопасность вселенной. Низложение храмов. Крест неиспровержения алтарей. Удаление тука жертвоприношений. Соблазн иудеев. Погибель нечестивых. Сила бессильных. Крест врач болящих. Очищение прокаженных. Укрепление расслабленных. Крест хлеб алчущих. Источник жаждущих. Одежда ногих. Всякий же раз, как скажу о наготе, говорю не о телесной, а о наготе веры. Когда ты уверовавши будешь крещен, тогда назовешься обличенным. И послушай, что говорит Павел. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Когда же услышишь о Христе, то не подумай только о Боге, не об одном только плотском домостроительстве, но о том и другом вместе. Я часто говорил, и теперь не перестану говорить. Мне, говорит, это не леносно, а вам полезно. Так как я хочу, чтобы все были учителями. Итак, Христом он назван потому, что облекся в плоть. Назван Иисусом Христом, имя его по плоти. Назван Словом, потому что Слово от кого-либо. Сыном, потому что от Отца. Единородным, потому что один только и от одного только Бога. Богом, потому что Творец. И слушай, что говорит Иоанн. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Видишь ли, что это Тот, Кто Словом простер небо и украсил разнообразное собрание звезд, и показал небо как бы луг. Это Тот, Кто возжег солнце и установил для него пути. Это Тот, Кто определил появление луны при закате солнца. Кто на водах основал землю. Кто повелел земле произвести траву и источником изливать воды, и рекам течь, и озерам собраться вместе. Кто через посредство песка положил пределы морю, и повелел водам произвести живые души, и ветрам дуть. И горы взвесил на весах, облакам повелел двигаться, скотам четвероногим, пресмыкающимся, пернатым бегать по земле. А что мне сказать об ангелах, архангелах, престолах, терувимах, серафимах, началах, властях, порядках, временах и годах, и месяцах, и седьмицах, и днях, и часах, и ночах, и свете, и мраке, и сущностях вещей. Сотворив же человека последним по образу и по подобию своему, он поместил его в раю. Увидев же, что человеческий род побеждается злобой дьявола, он пожелал облечь на себя наши начатки и пригвоздить их на древе, чтобы как через древо произошло преступление, так опять через древо произошло и спасение. Итак, дьявол позавидовал, что между тем, как он не спровергнут с неба, Адам был в раю. Воздействовал на него, воспользовавшись змеем, как бы оружием, и таким образом беседовал с ними, когда они были в раю, потому что бестелесный не мог беседовать с телесными. И говорит Еве, это дерево прекрасно и спело для вкушения. В день, в который вы сидите, будете как боги, зная все. Убедив Еву, он обманул. Затем та убедила и своего мужа, и они вкусили от дерева. Когда же не вкусили, то оказались наги, и говорит бог Адаму, где вы? Когда услышишь, где ты, то не вмини богу неведение. Говорил же он, где ты? Потому что дьявол говорит им, в день, в который вкусите, будете как боги. Так как они полагали, что имеют сделаться как боги, поэтому бог и говорит, Адам, где ты? Это значит, ты вкусил и остался человеком. Не возвестил ли я тебе, чтобы ты не вкушал от этого дерева? А ты вкусил и явился преступником. Это значит, где ты? Листьями же смоковницы, они были обличены, покрывая образ греха. И что говорит Адам? Голос твой я услышал, ходящего в раю и скрылся. И говорит бог, что ты сделал? И Адам говорит богу, жена, которую ты дал мне, она обольстила меня. Потом бог говорит Еве, кто прельстил тебя? И что говорит та? Змей прельстил меня. О, Ева, ведь я дал тебя мужу твоему. Уже ли я дал тебя змею? Приводили же они это в свое оправдание, потому что желали устранить себя самих от наказания. И говорит бог Адаму, проклятость земля за дела твои. Черни и волшцы возрастить тебе. В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой. А потом жене, скорбях родишь детей, умножая, умножу печаль твоей. К мужу твоему будет влечение твое. И он будет господствовать над тобою. Затем змею. Будешь ходить на чреве. И землю, прах будешь есть во все дни жизни твоей. И человек будет господствовать над тобою. И будет поражать тебя в голову, а ты его в питу. Почему же он проклятием обрек змея нахождение на персиях и чреве, и есть землю во все дни жизни? Проклял персии, потому что в них сидит сердце, выдумавшее зло. Проклял чрево, потому что он обольстил через посредство вкушения. Повелел же есть землю во все дни жизни, потому что Адам был из земли земной. И так эти три получили приговор, потому что три также и совершили преступление. Так как преступление произошло от дерева, как я раньше сказал, то поэтому он пожелал пригвозить эти начатки на древо, чтобы, подобно тому, как через древо произошло преступление, так через древо же произошло и спасение. За все же это воспошлем славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.